Дальнейший сценарий вашей судьбы. Алгоритм событий будущего. Всех приветствую. Меня зовут Ирина. Сегодня у нас с вами расклад, в котором проследим как по ниточке события будущего. Но вначале ваша энергия на сей момент времени. Паша Жезлов, активное начало, какое-то движение. Что-то начинает меняться в вашем пространстве. В частности, часто карта говорит о том, что вы близки к принятию какого-то решения, которое на самом деле наконец-то запустит желанные перемены. В шестерках кубков вы рассматриваете начало какой-то дороги. Пустая карта, белая карта. Часто в моих раскладах она проигрывается как желание человека забыть о прошлом, обнулить что-то, поставить на чем-то крест. Уйти, уйти куда-то в новую жизнь. Отшельник. Карта внутреннего одиночества. Ну, мы все, в общем, по-своему одиноки в этом мире. Карта отшельник часто указывает на что-то, что было пережито в прошлом, на какие-то разрушительные ситуации. Потому что здесь идет острое желание побыть одному, вот переосмыслить все. Сделать какие-то выводы. Вас вселенная подвела к трансформации. К серьезной перемене себя. Это процесс такой был для вас непростой. Трансформация. Десятка мечей. Такое впечатление, что жизнь сделала вас жестче. Вы стали более прагматично как-то, более твердо, что ли, принципиально подходить к каким-то вопросам насущным. Есть такой момент. Как будто бы прошлое стало для вас уроком уверенности в себе. Вот как ни странно, но разрушительные ситуации повышают самооценку нашу. Укрепляют в нас уверенность. Человек, который остается один на один со своей ситуацией сложной, он вынужден решать задачи. От этого не уйти. Вот перед вами стояла, может быть и сейчас все еще стоит какая-то задача, трудно разрешимая. Вы понимаете, что она лежит на ваших плечах. Никто за вас не найдет ответ. Здесь сама жизнь как бы заставляет вас крутиться, вертеться, да, искать выходы. Близится момент совершения. Какой-то важный судьбоносный момент, когда будет начат путь к установлению справедливости. Страшный суд, Рыцарь Жезлов. Близится этот момент. Три месяца. Цифра 12, да? Один плюс два. Три месяца. В этот период что-то меняется кардинально. Вселенная расставляет свои акценты по-новому. Кому-то посылается возмездие, потому что страшный суд — это установление правды, истины. Это когда открываются скрытые аспекты, снимаются маски с лиц людей. То есть, видите, сейчас все идет к установлению справедливости. Хотя вы можете этого и не ощущать. Четверка кубков. Есть человек, ощущающий себя одиноко где-то на расстоянии от вас. Видите, вот здесь костер, он, в общем, уже догорает как бы, но все-таки до конца так и не сгорел. Это значит, что чувства еще есть, воспоминания живы. И человек погружается в эти мысли постоянно. Возможно, это вы сами вспоминаете прошлое. Еще не поставлена точка до конца. Какая-то ситуация из прошлого оставила серьезный след в вашей судьбе. Вы не смогли противостоять какому-то напору. Какому-то напору. Двойка кубков. Прошлое вас устраивало. Более или менее, да, отношения, которые там были. Вот модель отношений, которая складывалась между вами, вас устраивала. Двойка кубков говорит о том, что между людьми были чувства. Было взаимопонимание. Но преграда на пути. Преграда в лице конкретного человека, либо группы лиц, у кого как проиграется. Здесь идет борьба. Видите, он борется с огромным чудовищем. Эту борьбу вы проиграли, в общем-то. Но хотя я бы так не сказала, что проиграли. Вы смириться были вынуждены с обстоятельствами, которые вам предложили, в которых вы оказались. Ваша удача перетекла кому-то плавненько. Кому-то в руки. На том фундаменте, который вы создали, кто-то начал что-то свое строить. Здесь отобрали вашу стабильность. Ваш старт, успешный, удачный старт. Присвоили себе, как будто бы. Вы были вынуждены отступить. Тройка мечей. Было больно, неприятно. Но вы не смогли бы отстоять свое. Потому что здесь карта маг, это магия. Это энергетический такой напор, мощь, удар. Получение результата через магию. У кого-то праздник, в то время, когда у вас большая проблема или потеря. Кто-то отмечает праздник, радуется. Радуется, что приблизились к звезде, к своей мечте. Ну, пятерка мечей. Пятерочка мечей. Одна из тех карт, которая напоминает о том, что ничто не вечно под луной. И праздник врагов, пиршество врагов когда-нибудь завершается, заканчивается. Семерка мечей. Ну да, здесь именно идет украдник, да, то есть украли счастье, удачу. А вы знаете, что? Оказалось, это самообманом. Семерка кубков. Четверочка кубков. Хотели открыть какую-то дверь вашими усилиями, через ваши достижения. Но этого не получилось сделать. Или что-то пошло не так, не так. Вот как-то думали, что проще все это будет. И сами себя загнали в замкнутый круг. Семерка жезлов. Он в сетях находится. Он пойман, да. Да, и сами себя загнали как будто в сети, в капкан, в замкнутый круг. А здесь вселенная, видите, не дала воспользоваться вашей удачей вот этим личностям, коварным, в полной мере. Перед ними закрылась какая-то дверь. Вот в определенный момент, когда казалось, что вот сейчас они схватят удачу за хвост, эта дверь закрылась. Солнце и дьявол. Два мощных старших аркана. Это как противостояние добра и зла, света и тьмы. Борьба началась. Борьба ваших энергий, вашей правды и правды тех личностей. Борьба двух миров. И эта борьба идет в ментальном пространстве. Поэтому и вам тяжело. То есть воюют там, наверху. А здесь как бы только отголоски той войны. Вот такая ситуация здесь мне показывается. Но в данный момент как-то вы уже видите для себя какие-то выходы или оптимальные варианты, возможности новые. Потому что я вижу огромное желание человека просто это все забыть, как страшный сон. и начать совершенно другую жизнь. Давайте посмотрим теперь, что будет происходить дальше в вашей судьбе. Какие события проявятся очень скоро. Девяточка жезлов. Проект какой-то. Проект пока возможно стоит на месте. Вы думаете, вы планируете, вы готовите себя морально к чему-то. И этот проект пройдет благополучно, легче, чем вам кажется. Вы можете сейчас переживать о том, как это все будет. но по девятке кубков могу сказать, что результат превзойдет в ваши ожидания. Здесь именно идет помощь мужчины. Король жезлов. Человек действия, человек дела. Он грамотно управляет ситуацией. вот через него к вам идет какое-то исполнение. Вы получаете то, то, чего ждете. Результат будет именно таким вот, каким вы его хотите видеть. Но через мужчину. через мужчину. Десятка кубков. Удача, да? Удача, благополучие, спокойствие. То есть на этого человека можно спокойно положиться, опереться. Он действительно мудрый советчик, он хороший наставник, он профессионал своего дела. Он возьмет на себя основной груз ответственности за этот проект. Так, еще что? Еще что? Двойка мечей. Вот кто-то одинокий здесь вспоминает вас. Опять, видите, идет информация об одиночестве. Человек, который находится в партнерском союзе, может быть, это брак по расчету двойка Пентаклей, либо же он занят как бы самореализацией, может быть, заработками. Здесь разрушена лодка, да? Перевернута лодка. Но человек как будто в тоске и печали, он одинок. Он одинок среди гор. среди холмов. Я уж не знаю, он сам похоронил эти отношения когда-то. Вот сам поставил точку или нет, но человек тоскует на душе печаль, тоска, гнетущее чувство. Может быть, какой-то некрасивый поступок когда-то был им совершен в отношении вас, и сейчас это не дает ему покоя. Здесь неспокойная совесть. Десятка мечей, двойка мечей, неспокойная совесть. здесь идет отказ от верного пути, от грамотного направления. Надо было этот путь продолжать. Вот этому человеку надо было этот путь продолжать. может быть, этот человек вы действительно сожалеете о каких-то своих словах, поступках. Мы часто можем обидеть кого-то словом, мы все люди живые. Здесь идет сожаление, как будто бы могло все быть по-другому, если бы не случай какой-то. либо вы сами, либо человек все-таки на расстоянии. Здесь у кого-то проиграется, что человек именно сожалеет. Здесь испугался, дал слабинку кто-то. Опасность карта энергетических потерь. Человек ощущает себя неспособным справиться с обстоятельствами. как будто вынужденный путь какой-то. Шестерка мечей. Не хочет идти человек в этот путь, но он идет так. Хорошо. События будущего в этой ситуации. В этой ситуации события будущего. Королева Жезлов. Здесь все будет зависеть от женщины, от того как она повернет, какую задачу перед собой поставит, какое решение примет возможно. Все идет как бы от женщины. людей. Ну вот этот человек за вами наблюдает. Где-то ведет за вами наблюдение. То есть отношения не отпущены. да, он очень занят, много работы, постоянно бумаги, какие-то финансовые вопросы человек решает, может быть свой бизнес ведет. Но оглядывается постоянно назад туда, где что-то было разрушено. В этой ситуации вам чего ждать? Чего ждать в этой ситуации? Рыцарь Пентаклий, свой какой-то путь, ваш личностный путь. Вы не надеетесь уже на то, что это когда-нибудь разрешится, и что человек что-то осознает. направление жизни выбирать будете вы, направление своей жизни, новой жизни. У вас есть сейчас шанс, возможность, может быть и не одна, получить какой-то статус. Карта почитаемая это человек, находящийся на троне. это человек, который управляет своей жизнью. Это даже не императрица, это еще как бы повыше ранг. У вас будет жизнь, но знаете, очень свободная какая-то. Вы как будто бы сами определяете направление своего движения. Вы делаете здесь быстрая смена событий, очень быстрый переход от прошлого, от застойной ситуации к новой жизни. Очень быстрый переход. Вот очень скоро события вы почувствуете, как будут ускоряться. Если пока перемен как таковых не ощущаете, то скоро ощутите восьмерка жезлов, движение, динамика, развитие, скорость. Одно событие сменяет другое. Один этап сменяет другой быстро. резко. Меняется ваша жизнь, ваше пространство. Полностью изменится ваш привычный мир. Получение какого-то статуса идет. Статуса достаточно высокого. Это не обязательно высокая должность. Понятно, что у всех так не проиграется. Это может быть просто человек, который свободен в финансах, у которого есть свои какие-то убеждения, и он не собирается их менять. У вас есть свои убеждения. Вы человек дела. к вам придет понимание того, что жизнь идет вперед и ждать некогда. Такое впечатление, что вы боитесь не успеть стать счастливой. и поэтому ускоряется темп. Даже высшие силы здесь способствуют вашему продвижению вот этому быстрому ритму. Знаете, вы таким уверенным шагом, быстрым пойдете к собственному благополучию и вот к этому ощущению свободной женщины. Даже если мужчина смотрит просто как ощущение свободной личности. Вы как птица, которая в полете. Вам никто не указ, не приказ. Как-то вот так идет. Освобождение от ненужного мусора, возможно. Часто карта почитаемая указывает именно на то, что с кем-то будут прерваны связи, которые не были вам нужны на самом деле. Смена окружения может произойти. Новые люди будут вас окружать. Новая жизнь. В целом вот новая жизнь, в которой человек ощущает себя комфортно на троне. у вас такие мощные энергии, которые позволяют вам принимать грамотные решения. Мудрость у вас есть какая-то природная интуиция. Вы со своего трона будете раздавать распоряжения, но это будет неунизительно для других людей. они будут понимать, что вы авторитет, что вы действительно разбираетесь в каких-то вопросах. Здесь надо просто не перейти ту грань, вот когда ну чтобы не превознестись. твой авторитет в глазах людей, может быть ваша семья смотрит на вас как на человека, ну на человека, который знает, знает больше, знает как выйти в положительный результат. Будет так, как вы хотите. вы полностью управляете домом, хозяйством, своими делами. Здесь кстати по этой карте может проигрываться бизнес-леди, которая управляет бизнесом, которая управляет домом, держит все под своим контролем. вот вы понимаете, что если не будете держать под контролем свое окружение, под таким, под мягким контролем, не под тотальным, то как бы продвижения не будет. Здесь такое впечатление, что надежда всего рода только на вас. Вы закладываете фундамент очень прочный, крепкий для последующих поколений. Как-то так. Будет много эмоциональных каких-то моментов, периодически как будто волны. это события, которые заставят попереживать, поволноваться. Что за события связанные с финансами? Опять же, в финансах полагаются только на вас. Уж не знаю где, то ли в вашей семье, то ли на работе. Ждут от вас результата, ждут от вас итога. Как бы последнее слово остается за вами. На ваших плечах финансовая составляющая. Здесь король пентаклей, пятерка пентаклей. Вы управляете, может быть, семейным бюджетом. Здесь нужно будет распределить как-то, либо же найти новый способ заработка. Новый способ заработка. Здесь может быть волнение по поводу денег, ситуации с финансами. Надо искать возможности какие-то новые. Вот этим будете заниматься. Десятка жезлов. Как будто, знаете, ситуация давит. Независящие от вас обстоятельства давят, ограничивают ваши финансовые возможности. Это как сопротивление каким-то обстоятельствам. Туз Мечей вы решение примете. Вы выход найдете. Туз это начало чего-то. Возможно новое дело какое-то откроете. Новый источник заработка найдете. Вы придумаете как выйти из финансовых трудностей. Потому что деньги вам будут нужны. У вас крупный проект какой-то. То ли он уже начат, то ли он пока еще только в планах. но вы будете его начинать. И я говорила там мужчина будет помогать. Но финансы как будто бы очень нужны. Острая тема финансы. Еще как на зло проблемы тут с финансами немножко надо будет разрешать. мужчина мужской энергии император вы примете решение. Как вы скажете так и будет. такое впечатление что вокруг вас есть люди но не способные принимать решения. послабее вас как-то жизнь вот так складывается что вас окружают люди с более слабыми энергиями. они зависимы от чего-то от мнений окружающих они может быть идут на поводу у вот этих событийных цепочек когда высшие силы посылают что-то и это просто принимается они не борются эти люди они не противостоят они не могут что называется лететь против ветра вот как вы человек который вопреки идет по жизни надо пробить стену вы ее пробьете нужны деньги вы найдете какие-то варианты у вас есть проект вам сложно его осуществить объем большой работы и финансы финансовые траты большие но вы находите вариант вот у вас большой проект вы понимаете что нужно вложить туда и силы и финансы но вы найдете варианты вы найдете достойного человека исполнителя мужчину который займется этим делом всерьез и доведет его до нужного результата и найдете деньги и защите возможности финансовые но вокруг вас вот послабее люди вам положиться не на кого в жизни у вас самые сильные энергии в вашем роду кто-то кто-то есть в вашем окружении я уже не знаю близкий человек или может быть с тем с кем были отношения и сейчас человек тоскует переживает да я говорила есть такой на расстоянии кто-то жалеет о содеянном там человек порабощен дьяволом там человек раб да дьявол раб дьявола как будто душа продана за деньги может быть или какой-то соблазн поработил человека видите карта умеренность и дьявол такое вот противопоставление как бы идет с одной стороны соблазн хочется быстрее побольше получить и карта умеренность напоминает о том что это путь в никуда нужно все-таки знать меру во всем нельзя идти на поводу своих инстинктов ну нам же дан мозг мы же хомо сапиенс люди грамотные люди думающие да думать головой но ошибаемся конечно и мы ошибаемся люди ошибаются идем на поводу своих желаний соблазнов внешнего мира вот такой момент здесь есть чудовищная ошибка совершена но солнышко видите все равно вы свою жизнь выведите к просвету события ждут вас благополучные успешное продвижение оно не простое проблематичное местами где-то будет но в целом результат будет благополучным таким каким вы его хотите видеть солнце это тепло это уют это свет это радость это эмоции вот этими моментами будет наполнена ваша жизнь к этому все идет уже сейчас события будущего еще еще события будущего дорога какая-то предстоит вам может быть поездка куда-то сомнительного характера если вам предлагают отправиться в какую-то дорогу либо же какое-то предложение поступает либо новости какие-то слышите и по карте луна как предупреждение идет не верьте до конца здесь какой-то обман здесь скрытые моменты здесь что-то тайное есть как туман наводят как закрывают глаза как будто бы вам что здесь что здесь за предупреждение а здесь что там десятка пентаклей да что-то связано с деньгами с с финансовым аспектом каким-то с бизнесом предложение выгодное которое ну выглядит как выгодное да но поскольку луна это конечно сомнительное предложение не спешите соглашаться какие последствия могут быть если согласитесь вы будете подчинены ситуации вы будете подчинены команде людей кругу людей видите она вытанцовывает там перед ними да всячески то есть старается угодить поднять настроение она не свободна то есть вас в зависимость могут взять как в рабство может быть у кого-то предложение о работе будет подумайте 20 раз там там какой-то не очень хороший коллектив вы в эту систему не впишетесь вы там всегда будете ну что называется на побегушках да давайте будем называть вещи своими именами они сидят здесь в таких вот вальяжных позах да а девушка перед ними изображает значит что-то в виде танца еще о чем карты нам расскажут девятка мечей что здесь у вас идет переход от от прошлого какого-то тяжелого от пустоты какой-то возможно в большой ресурс вы станете независимой личностью вот вообще ни от кого ни от чего не будете зависеть у вас своя жизнь какая-то будет она немножко закрыта эта жизнь это такой маленький мирок но он очень уютный безопасный это красивый дом это какие-то эмоции вот ощущение внутреннего комфорта когда человек доволен своей жизнью доволен окружением доволен тем как идут его дела своим финансовым положением вы будете довольны туз пентаклей но не соглашайтесь на какое-то предложение там предлагать могут много десятка пентаклей это большие деньги это в общем достаточно такие манящие какие-то вершины перспективы но вы найдете все это в другом месте где-то где-то в другом месте в освете по судьбе все равно идет достаток комфортная жизнь спокойная жизнь ну давайте одинокая жизнь или что или все-таки человек появится ну пока одинокая жизнь вы пока в одиночестве даже если вы в отношениях такое впечатление что вы живете своей жизнью человек своей отношения у вас будут но в таком возрасте сознательном показываю высшие силы то есть вы встречаете человека и идет у вас вероятность там брака просто отношений не важно но в сознательном возрасте вот когда вы уже пройдете определенный этап человек опытный мудрец мудрец видите человек умудренный опытом а вот там мужчина почитаемый ваш уровень ваш уровень у кого личная жизнь не устроена идет почитаемый человек к вам то есть вы почитаемая в карте да были и здесь идет мужчина тоже этой же как бы этого же ранга это два человека абсолютно равноценных по энергиям по интеллекту по достатку человек непростой видите король мечей ему поклоняются здесь все то есть он имеет какой-то статус вам по судьбе человек непростой властимущий какой-то на хорошей должности возможно может быть имеющий свой бизнес он руководит так же как и вы собственно говоря вот вы два таких руководителя у вас энергии лидеров и вот такой человек будет вам послан идет начало видите паш кубков начало отношений кубки эмоциональная карта карта отношений карта любви зарождение романтики начало идет 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 человек гармония идет вместе с этим человеком светлые энергии шестерка пентаклей как общее дело идет общий бизнес или вложения какие-то с вашей стороны с его стороны во что-то может быть семейный бюджет здесь идет двустороннее взаимодействие но на общий результат работа на общий результат это достаток это жизнь достаточно комфортных условиях это любимая работа это свое дело какое-то здесь свое дело потому что по душе может быть только свое дело любая работа там где ты подчинен определенной системе это в некотором смысле рабство я думаю многие со мной согласятся а вот когда есть что-то свое пусть небольшое дело но все же это уже такая свобода когда человек в свободном полете ощущение вкуса жизни можно сказать приобретение какое-то будет у вас покупка выбор идет выбор и вложение денег куда вложить деньги что-то приобрести что-то купить как радость как осуществление ваших желаний как первый шаг к исполнению мечты какой-то императрица туз кубков что-то вот знаете вы для души себе но это крупная покупка как я хочу чтобы вот жизнь была полной чашей вам нужна эта покупка вы хотите вложиться в это вы в это вложитесь туз жезлов решитесь здесь долго может быть не могли решиться но туз жезлов это решительный шаг это действие это такой риск своеобразный но риск оправданный потому что по итогу по итогу да по итогу король кубков то есть достаток это осмысленный подход это такой риск оправданный да как я уже сказала это грамотный подход грамотное вложение средств это проект или сделка какое-то предложение выгодное просто вы могли где-то что-то увидеть какой-то вариант прийти посмотреть и понимаете да что это мое да я вот это хочу я это именно искала или искал покупка крупная но для души будете довольны этой покупкой еще какое событие вас ждет четверочка пентаклей стабильная ситуация с деньгами стабилизируется финансовая ситуация я не могу сказать что здесь будет какой-то прям прирост вот сказочный да нет здесь ситуация просто стабилизируется выйдет на такой на на ровный уровень да кто-то вокруг вас будет терять потери вы узнаете лицарь кубков новость к вам идет человек несет информацию но не очень хорошая видите карта такая по сути темная и говорящая о том что какие-то неприятности сложности проблемы у кого-то проблемы финансового характера может быть или просто проблемы идут как вам за помощью примирение идет у вас ссора с кем была может быть конфликт и на почве денег у кого-то потому что четверка пентаклей человек придет потому что как бы жизнь заставляет вот вы дождетесь что человек придет к вам сам жизнь заставляет и человек обращается к вам за помощью потому что больше никому это кто-то кто был выше вас в свое время вот как на горе стоит человек и смотрит свысока между вами расстояние паша жезлов личность такая немножко незрелая помладше вас может быть конфликт с ребенком у вас взрослый сын либо дочь на расстоянии долгое время находился этот пажик этот человек человечек молодой ну такой высокомерно как-то себя повел человек пажик как вот с плеча что-то рубанул да здесь надо было посоветоваться конфликт поколения идет видите восьмерка пентакли у кого-то проиграется конфликт поколения вот он мудрец и вот он сидит молодой человек не прислушался к совету вашему не последовал тем путем который вы предлагали и ошибка была совершена конфликт конфликт столкновение интересов здесь деньги решающей стали решающим моментом все из-за денег кроль пентакли бизнес деньги перспективы где-то где-то на расстоянии вы это не одобряли может быть человек пажик вот этот с кем-то в отношения вступил где главенствует материальное больше чем духовное вы это не приняли и отсюда конфликт но повторюсь человек идет к вам идет на примирение разговор будет у вас тет-а-тет влюбленные разговор тет-а-тет вот он ну как голова преклоненная да рыцарь мечей я глупость сделал необдуманный поступок дурак по дураку да человек осознает понимает жизнь как говорится заставляет и в общем идет расстановка акцентов всех сама по себе после паузы здесь не было общения у вас могло не быть общения долгое время никаких контактов ну или так как-то сухо без эмоций и здесь все обнуляется видите вот колесо судьбы и как бы ситуация сама по себе разрешается обнуление происходит очищение белая карта очищение обнуление новый уровень жизни новый уровень жизни но еще события здесь какое развязываются ваши руки развязываются ваши руки двойка кубков ну вот кем-то вы не забыто кем не забыто отношения могло пройти много времени были отношения тесные дружеские любовные какие-то отношения человек одинок помнит о вас искорка вот это в костре она как бы периодически в его сознании всплывает да все равно помнит человек хотя не свободен человек сейчас не свободен который вспоминает вот опять информация идет о нем не свободен там там есть дети там есть ребенок а вы знаете в этой ситуации страшный суд будет вот почему показывает опять знаете вот эта вот история о прошлом что там что-то разрушилось и человек ну либо вы там да как сказать сопереживаете вернее просто переживаете да и сожалеете о чем-то либо человек сожалеет вот не знаю здесь но идет ситуация страшного суда то есть грядет по колеснице показывает что здесь точка не поставлена здесь какое-то продолжение будет для вас девятка пентаклей сюрприз какой-то здесь события могут колесница девятка пентаклей приобрести неожиданный поворот но приятный для вас как сюрприз как подарок но вы к тому времени видите как-то уже будете настроить другой другой плод да у вас другой фундамент вы как другая личность уже у вас более такие крепкие позиции в жизни уже на тот момент и вы не одиноки будете двойка жезлов какие-то отношения будут у вас уже вы достойно эту ситуацию выдержали было очень больно потеря была конечно такая досадная болезненная очень но вы остались при своей правде здесь вот карта храбрость об этом четко говорит эта карта указывает на то что как бы человек остается верен самому себе вы были правы вы это чувствовали интуитивно это выйдет на поверхность это увидите скоро не только вы в этой ситуации будет колоссальная трансформация вот вообще в этой истории в этих в этом прошлом вот это след вы оставили в жизни человека смотрите он никак не может вас забыть и все равно жизнь его через вас заставляет трансформироваться и все равно он вспоминает о вас звезда и все равно думает о вас у вас какая-то уже другая жизнь вы не захотели когда-то быть в плену быть в зависимых отношениях на что-то вы не согласились на какое-то на какое-то место на какое-то положение которое вам предлагалось и человек очень обиделся обижен маг но все как бы произойдет каким-то очень неожиданным волшебным образом разрулится эта ситуация то есть выйдет обман выйдет обман какой-то семерка мечей у вас разговор будет с этим человеком из прошлого вы ощутите его одиночество и узнаете что там женщина там королева мечей начала какую-то дорогу рыцарь жезлов показала какую-то дверь там женщина всему виной показала дверь это значит ну какую-то манку и ситуацию спроектировала да рыцарь жезлов начало дороги и четверка жезлов проектирование ну интриги можно сказать какого-то соблазна дверь горит то есть это что-то манящее что-то кажуще кажущееся перспективным вот такой расклад надеюсь что информация была для вас полезной огромное спасибо всем тем кто меня смотрит кто оставляет комментарии кто способствует финансовому росту канала да поверьте что для меня это очень очень ценно на сегодня все всем желаю благополучия удачи успешной расстановки акцентов в жизни всем пока Продолжение следует...